Здравствуйте, дорогие друзья! Вот новый человек Екатерина и другие новые ребята, которые пришли. Сейчас наша задача поставить им, рассказать им так, чтобы они поняли, что они точно станут программистами. Чтобы человек понимал, ему надо понимать, что делать, и он в ответе должен понимать, зачем он это делает. Для этого мы дадим возможность Екатерине самой получить ответы на вопросы. То есть, иными словами, моя задача помочь Екатерине изменить подход в обучении. Для этого я ей приведу сначала то, что происходит везде. Вот вариант, который работает в большинстве курсов. Первый вариант. Изучают язык от начала до конца. Ну, иными словами, берут просто определенную программу. Определенную программу. и погнали. На выходе точно будет каша, иначе бы не было столько людей, которые не пишут. Вариант второй. Повторять приложения за преподавателем, не важно какие, веб, оконные, там, мобильные. Ну, что же с этого получается? А я написал для Кати и других ребят длинную статью, в результате которой она должна понять, что нужно начать с параметров. Что она должна, почему? Давайте возьмем простой пример, который мы рассматривали. Документация Django. Возьмем часто используемую функцию ShortCast и возьмем GetObject Or 404. Все это подробно описано в статье, ссылки в группе. Что вообще должен здесь увидеть новичок? Я вам скажу, что здесь первое есть план изучения и исчерпывающие примеры. Если откроет документацию программы, то куда он будет смотреть? Когда вы наберете на YouTube, вы примерно во всех статьях увидите то, что не программист видит, а тот, кто повторяет. Вам будут объяснять, что есть модели, из одной модели будем извлекать другое и так далее. Все, что заведет человека в тупик. Но когда я показал статьи, открыл документацию, я увидел другое. Я увидел вот это. Сначала левую часть, переменную. И вот это видео, они все будут здесь в описании. Третье. Вот это. Многие не понимают, что понимается под изучением программирования. Так вот, в этом видео мы делали простое действие. Брали функцию и складывали с числом. В чем разница? Потому что я смотрю немножко по-другому на документацию. Я посмотрел пример, что я увидел. Я увидел, аааааааа! Функция присваивается переменной, и у меня всплывает что, а что я могу делать с переменной, то есть, а все, что хочу. Иными словами, посмотрите вот это вот видео, оно будет в описании, там мы возврат функции складываем в число. Но, иными словами, меня интересует как программиста, а что будет возвратом этой функции. Здесь я поступаю как? Я открываю исходный код. Это то, чему я собираюсь Катю научить. Я рассказываю сначала мысль, вот как программист бы мыслил, да, чтобы понимал. Я открываю исходный код и нахожу вот эту функцию, getObjectOr404. Я совершенно просто смотрю и вижу, что возвращает она выборку ArcQuarks. Меня интересует, что подразумевается под ArcQuarks, что эта выборка с модели, я это нахожу в предыдущем коде. Пока все. Мне надо, чтобы это Катя понимала, чтобы к этому пришла. Я рассказываю, чем отличается школа Болсыновского от других. Ну тогда давайте я посмотрю внимательно, что здесь написано. Почему я сказал, что здесь написано все, что мне надо для программирования. Итак, на русский переведу, чтобы легче воспринималось. Функция из названия понятна, да, вернуть объект, либо вернуть исключение. Далее я вижу, я обращаю внимание на параметры. Первый позиционный параметр, который был в исходном коде. Второе, ArcQuarks. Что такое класс, я здесь сразу определяю. Модель, менеджер, кейси. Абсолютно верно, вот это вот такой же менеджер программы, которая выбирает. Кересет, это значит мне надо методы выборки всего лишь разобраться, объектов. Их много. И модель. А как раз класс, я вижу, это модель. То есть я для себя ответил. Дальше, под ArcQuarks я вижу совершенно четко, что это параметры поиска. И используется GetFilter с выборки самой. Иными словами, дальше я перехожу к примеру. Я вижу MyModel, то есть абсолютно любая модель. И дальше параметры поиска. Теперь я четко понимаю, почему заданы Quarks. Почему? Потому что это любые именованные параметры. То есть с присваиванием. А здесь будет модель, любые, значит, позиционные. Потому что модели могут быть разные. На самом деле, меня всего лишь интересовала сама переменная Object. Почему? Потому что у меня всплывает знание, которое я имею, что функцию в Python и вообще в любом другом языке можно присвоить переменной. И, по сути дела, я смотрю на функцию тогда не как на функцию, а что она возвращает. Всего лишь. Иными словами, смотрите, как все просто. Это простой совершенно пример, но он очевидно показывает. Вот есть функция. Я переменной А присвоил 5. Меня интересует не сама функция сейчас, а возврат. Когда я присваиваю переменной функцию, то я понимаю под этим, что функция возвратит. В данном случае число. Далее я беру результат. У меня есть другая переменная, которая отражает число 20, а переменная Object присвоена функции. Но под этим я подразумеваю только возврат, не саму функцию. Число. Я четко понимаю. И на выходе получается 25. Смотрите. Абсолютно то же самое я увидел в документации. То, что и должен был увидеть человек. Обратив внимание на то, что переменной присваивается функция GetObject 404, я сразу пошел смотреть в исходный код, что есть возврат функции. Ведь это же банально, просто. И если, как на курсах объясняли, с одной модели выбирают там что-то другое и так далее, то человек бы все понял, кроме того, а почему это делается. На самом деле, надо было разделить левую часть, что относится к Python. И здесь есть знание, то есть, а что можно делать с переменной в Python. А здесь мне надо было просмотреть только сами параметры, модели, параметры поиска, разобраться. В результате, когда бы я разобрался, я бы понял простую вещь, что параметры поиска здесь ищутся. Я сейчас не буду заострять, я просто расскажу это ребятам школы, а для вас рассказываю, чтобы поняли, зачем вы в школу идти. При помощи обычной программки менеджера, которая умеет выбирать базы данных, при помощи определенных методов, абсолютно то же самое будет работать и здесь. Но так как у нас здесь стоит Quark, то есть любые параметры, дальше могут быть абсолютно любые вещи. Здесь не... Теперь второй вопрос. Все я не расскажу, возможно, я размещу эту статью, тогда она появится под видео. Но давайте подумаем, а как же мне теперь Катю привести к этому? Ну давайте посмотрим. Вот Дмитрий, свой торнадо, у него неплохо получается. Вот он написал свое, остановите, почитайте заметку. Но он предложил, а вот если было функциональное программирование. А мне не надо Катю приводить к тому, чтобы она понимала функциональное программирование. Почему? Потому что лет 8 назад это все пройдено. Что же... Как я... Как... Что мне надо сделать, чтобы Катя начала писать? Итак, я для себя поставил цель. Сначала мне надо, чтобы Катя разобралась с параметрами. Как это сделать? Вот и ребята пишут, Валерий, из YouTube. Спасибо за ваш класс менторинг IT-специалистов. Мало кто такие темы любит, но... И так далее. Майк, да, по-своему выразил, да, вот как он это видит. То есть, я для себя понимаю, что если я буду просто Кате давать язык сначала до конца, то Катя программистом не станет. То, что я вам рассказал частично, да, вот так, она никогда это не увидит. Почему? Потому что для нее просто будет язык, это нечто там, не относящееся к тому, чем можно думать. Все, что угодно. Что она сделала сейчас, если идти по порядку? А делается совершенно простая вещь. Когда вы идете в магазин, у вас, вы делаете функцию или метод. Вы собираете, вы же не делаете так. Ага, завтра я буду разбираться, каким маршрутом я пойду. Послезавтра я буду разбираться, какую сетку возьму. Вы делаете целое действие. И это действие включает взять сетку, взять сетку, выяснить маршрут, понять список, что купить, куда пойти. Все это взаимосвязано. Это и есть метод. Именно методами мы рассуждаем в жизни. И именно так я рассуждал здесь, как в жизни. То есть, когда я увидел здесь обжиг, да, для меня это переменная, которой присвоено значение, то я четко понимаю, что если это функция, то меня интересует только возврат. Что мне надо возвратить? Понимаете? Банально просто. Я оперирую возвратом. И для меня вполне понятно, дальше как выборка. Но я не буду это объяснять, там длинная статья. Второй вариант повторения. Я говорю, хорошо, Катя, выбирай, повторять. Но я хочу от Кати добиться другого. Для меня надо добиться такой вещи. Я говорю, Катя, открой-ка, пожалуйста, вот этот файл. Что ты видишь? И Катя обязательно увидит, что здесь она видит везде деф, деф, деф. В других языках это будет фан, фаншн, любыми иными словами. Это функции и методы. То есть, вот как я рассказывал про поход в магазин, это какой-то свод каких-то действий постоянно. И мне сейчас надо, что сделать Катю для того, чтобы привести ее в школе к тому, чтобы она понимала вот ту картину, как я увидел это. Это не так просто. Но на самом деле просто. Первую задачу, которую я перед собой ставлю, это мне надо убедить Катю, чтобы она изменила подход. Это раз. Это главное. Теперь вопрос как. Когда я ей показал файл, она подумала, ведь везде функции, значит, наверное, их надо учить. Но вторая задача, которую я перед собой ставлю, это мне надо сначала Кате научить читать этот файл, а потом писать. Теперь мы можем вернуться к тому, что делают в большинстве ребята, которые пытаются стать программистами. Они что делают? Сначала изучают язык по книге на курсах, сначала до конца. Но при этом представим, что они не открывают исходный код. Тогда получается, что они совершенно оторваны от жизни. Можно сказать, что они просто знакомятся с языком. Но это неплохо, но это не везет к профессии программиста. Второй вариант. Они могли бы повторять приложение. Но ведь, смотрите, когда я вам рассказывал, что применение функции, то я же не заострил внимание сейчас сразу в первый момент, что надо из одной модели извлечь второе. Мое внимание привлекло вообще переменные. И я заострил внимание, что я уже об этом буду думать, как о возврате. И потом я уже начинаю разбираться и становится все моментально на места. Но это бы на места никогда не стало, если бы не было вот этого понимания. И именно к этому пониманию мне надо привести Катю. Как я это буду делать? Статья длинная. Но все-таки, если она будет повторять, и копируйте код так, копируйте так, вот так извлекаем, то Катя не ответит на главный вопрос. А зачем я это делаю? Абсолютно верно. Значит, для того, чтобы привести Катю к этому, к этому, она должна быть в школе. Она и есть в школе. Потому что ребята, которые смотрят на YouTube, да, здесь есть, но это же совершенно не все видео, но здесь есть то, что приоткрывает завесу, чтобы они могли изменить подход. Но для Кати я выстраиваю определенную систему. Итак, я для себя ставлю задачу. Какую? Мне надо, чтобы Катя в первую очередь начала считывать параметры. По одной простой причине, потому что на это есть два основания. Первое основание, то, что везде все передается, а второе, что вот Денис Кеплер, то есть Денис Вейтернадо предлагал, что вот если было функциональное программирование, я бы Катю завел тупик, но я не хочу. Значит, к чему мне надо Катю привести? Мне надо привести к пониманию C++. А если я открою C++ и наберу здесь объекты, и возьму функциональный объект. Это все работает во всех языках именно так. И переведу. Функциональный объект или функтор – это любой тип, который реализует оператор. Иными словами, я мог бы с Катей начать работать с функциональным программированием. Я бы ее завел в тупик. Почему? Она не смогла бы писать на разных языках. Мне надо Кате научить, что есть такая вещь, как функтор. Иными словами, функциональный объект. И сказать, Катя, вот так устроены все языки. Какой язык не зайди, там будут функции и там будут скобочки. Это и есть тот объект-функтор, который содержит нечто. Мне надо получить, чтобы Катя начала читать файлы. Для этого я должен для Кати составить определенную систему. Я это назвал системой работы с кодом. Я четко понимаю, что нельзя двигаться, пока нет начала. Вся статья эта написана для того, чтобы написать всего одну фразу. Катя и новые ребята поняли, зачем начинать с параметра. Тут написана целая статья. Давайте по ней пробежимся дальше. Теперь давайте заметим, что мне надо привести Катю к чему? К тому, чтобы она открывала документацию и видела ту картину, которую увидел я. То есть, увидев переменную, которая присвоена функцией, у нее сразу всплыло в голове, а понятно, с этим делать можно все, что хочешь. Абсолютно как в этом примере, с функцией, которая является числом. Ведь функция может возвращать число, значит число можно сложить с числом. На месте числа можно все, что угодно. Банально. Скажите, сложно, не сложно. Ответ на этот вопрос, когда Катя увидит, сможет делать так, как я, понимая параметры и понимая, что ах, вот это переменная, и так как это переменная, то с ней можно сделать то-то, то-то, то-то. Ответ прост. Это работа с разными языками. Опять упираемся в параметры. Я говорю Кате, Катя, ты идешь сейчас и изучаешь параметры. Сначала ты изучаешь функции Python, функции Kotlin, и потом функции JS, и абсолютно любого языка, который тебе понравится. Go, Dart, без разницы. Там везде есть параметры. Дальше, дальше, что начинает происходить? Когда Катя разберется с параметрами, у нее появится первый просвет, что для нее начнет файл переосмысливаться, то есть он начнет читаться. Но у Кати еще много вещей до того, как она дойдет. Чем отличается школа Бавсуновского? То есть, с одной стороны, можно, конечно, давать все подряд. Да, можно давать и все. Но я заранее ставлю цель, что я хочу получить. Я вам сказал, сначала я хочу получить, чтобы Катя научилась читать исходный код. Значит, я Кате должен добавить систему. Итак, Катя, у нас с вами будет система работы с кодом, и она будет заключаться то, что вы сами должны видеть, что вы двигаетесь. И система работы с кодом будет по собой понимать, что вот посмотрите ссылку в школе общие знания, то есть это начало. Теперь мы с вами вот здесь разговаривали о системе работы с кодом, вот как прочитать документацию. В данном случае вся документация, где переменной присваивается функция любых библиотек, она будет работать сходным образом. Это надо один раз всего лишь понять. Второй момент. Для того, чтобы система с кодом работала, я должен Катю научить чему? Чтобы она научилась главному. Чему? Все везде передается. Иными словами, опять дело в параметры упираемся. Кроме этого, я не должен ограничивать Катю, поэтому я ее постоянно буду вести к тому, чтобы она понимала функциональный объект или функтор. То есть, почему? Потому что классы, методы, функции работают все по одному принципу. И уж точно, когда Катя будет понимать работу функционального объекта, она разберется со временем чуть позже, что перед ней класс, объект, функция. Это и так понятно. Катя, возможно, тоже ходила то туда, то сюда и задавала вопросы. Ведь вопрос какой Катю интересовал? Я хочу научиться писать. И люди по-разному. Где лучшие курсы? Что мне делать? Какой язык изучать? Что можно написать на том или ином языке? Ребят, а я вам вообще рассказываю, что можно писать. Вообще, программирование это возможность писать на любых языках. С чего начать? Как стать программистом? Вот как стать программистом? Я как раз об этом говорил. Вообще, будет в описании три видео вот этих, которые вас много приблизят. Но я сейчас рассказываю конкретно, зачем приходить в школу, кому интересно заниматься серьезно. Поехали. Дальше еще несколько правил. Да, я все, наверное, не успею. Итак, для того, чтобы Катя успешно развивалась, мне надо первое сначала. Мы отбрасываем изучение языка от начала до конца. Я Кате говорю, Кате, в языке есть конструкции, которые везде есть, и являются основными. Эти конструкции называются функции, методы или функциональные объекты. Почему? Потому что и функция, и метод – это функциональные объекты. Просто у них разные пространства и имена, и они выполняют разные задачи. Но работают они принципиально одинаково и связывают их одни и те же исключения. То есть, я говорю, Катя, мы должны изменить подход и выбрать что-то главное. И мы с тобой, Катя, выбираем пока только параметры. Вот твоя задача, Катя, изучить просто параметры. В Python они такие, и даю задание. Я уже дал задание. Второй вопрос. Я Катю не буду, она за мной не будет повторять. Я ей буду ставить такие задачи, чтобы она сама пришла к этому. К тому, чему надо. Прочитав статью, я думаю, Катя точно убедилась, что методы и функции во всех классах, что параметры они содержатся, хорошо бы в них понимать. Но этого мало. Мне, Кате, надо поднять планку. Если Катя будет просто ходить на сайт и делать какие-то примеры, то есть оторванность от жизни, Катя никогда не станет программистом. А мне надо, чтобы она стала программистом. Поэтому, да, она берется за голову, у нее дикий ужас, и она говорит, неужели я должна вот этот профессиональный код читать? Я говорю, да, Катя, такова суровая правда жизни, но он очень простой этот код. И ты убедишься через немного совсем времени. А как убедишься? Давай ты сначала разберешься с параметрами. Когда ты разберешься с параметрами, ты их сможешь уже прочитать. Остальной файл для тебя пока скроется. Но мы это подправим. Катя, я ей говорю, давай-ка ты сделай так. Вот есть такая рубрика у меня на канале. Это крутой Python. Ты посмотри, пожалуйста. И я ей говорю, Катя, смотри. Если ты будешь заниматься вот так, язык от начала до конца изучать, ты потратишь столько же времени, даже больше, чем мы с тобой будем идти для того, чтобы писать. Ты сама выбери. То есть, либо ты изучаешь все подряд, либо ты все-таки придерживаешься моей системы. Но я тебе объясняю. Ведь ты же видел, я говорю, Катя, смотри, везде DEV. Но ведь это главное значит. И я ей привожу уже, чтобы Катя уже полностью убедилась. Я говорю, Катя, смотри, вот ты идешь в магазин. Ты просто собираешься, идешь в магазин. Но при этом ты определяешь маршрут, определяешь список. Ты же научилась и думаешь, как человек, функциями. То есть, порядком действий. А если ты будешь здесь изучать, вот ты будешь изучать, представь, что мы сегодня будем везде изучать, какую сетку брать. И куда. А не проще ли, Катя, понять, что вот есть город, и если куда-то передвигаться, нам надо маршрут. Это один принцип. И он будет делаться везде. Мы идем в магазин, мы берем сетку. Если мы идем на рыбалку, мы берем удочку. Ведь проще понять принцип. Проще. Катя соглашается. Значит, нам с тобой, Катя, надо всего лишь понять принцип, как работают эти методы. Начни с параметров. Второе. Мы подняли планку. Катя, давай так. Возьмем планку. Почему? Потому что код, сложность одна и та же. Но когда ты будешь профессиональным кодом работать, то ты станешь профессионалом. Если ты будешь изучать примеры, то и ты останешься на этом уровне. Теперь вы не забыли мою цель. Моя задача научить Катю к чему? Чтобы она сначала научилась читать код. Теперь самое главное, мне помочь Кате определиться, что есть работа программиста. Если она будет делать какие-то примеры, все это хорошо. Но я бы хотел, чтобы Катя следовала основной цели. А именно, что она считает работой программистой. И тогда я Кате проговариваю. Кать, работа программиста, это работа с документацией. Я только что тебе описал статью и показал, что вот здесь написана не только статья. Здесь написан план твоих действий. Здесь написана функция. Здесь приведен пример, где показано, что объекту присваивает значение функции. И так как я знаю, что с функцией можно делать все, что угодно. Почему? Потому что переменную я уже понимаю как возврат функции. Но кроме этого, здесь написан план, что мне делать, что мне изучать. Мне надо работать с моделью, менеджером и выборка объектов. Иными словами, я могу пойти посмотреть модель, выборку и менеджер. Но это обычный обжиг. Здесь ничего учить не надо. Если я сам не собираюсь свой писать, то просто обжиг с программы. Понять принцип. Но все бы было не так, если бы я что не сделал. Если бы я не зашел в исходный код и не посмотрел, как это в реальности там выглядит. Мы с вами смотрели, я не пойду. То есть здесь четкая выборка. Чтобы произошло то, что произошло, мне надо Катю привести к простым вещам. Если я Катю приведу к тому, что она будет понимать функциональный объект полностью, то ей станут подвластны абсолютно все языки. Просто в разных языках по-разному реализованы параметры. Но она это сможет делать, писать сходу. Второй момент. Мне надо просто добавить... С одной стороны, я мог бы ограничить, что такое функциональное программирование. А с другой стороны, мне надо просто добавить десяток вещей. Десяток вещей, таких как... Вот смотрите. Делается все банально просто. То есть то, что мы видели в документации, то есть Катя должна, по моему разумению, воспринять и левую часть, ответив на вопрос, что с функцией я уже принимаю возврат, и правую часть, где мы видели, что там описано, что делать. Теперь я для себя ставлю такую задачу. Я хочу, чтобы эта Катя научилась видеть. Значит, я могу добавить десяток технологий. Больше мне не надо. Одиннадцатую, двенадцатую Катя сама вывалится у нее. Я пока возьму несколько технологий. Сначала я возьму... Значит, пусть это будет сейчас вот использование переменной и функции обратного вызова. При этом меня не интересует сама функция обратного вызова. В этих трех видео вы увидите там по функции обратного вызова меня интересует сама реализация. Я там говорил. Это немножко посложнее вещь, да? То есть как она работает. И замыкание и так далее. То есть я показывал, что и в Python есть замыкание, которое очень любят, допустим, пользователи-программисты JavaScript. Да? Но даже если я дам эти технологии, это не будет работать. По одной простой причине, что я называю такую вещь полуфабрикатом. Я расскажу на примере Дениса Кеплэйрт, который... Почему я вот так поступаю и так же буду поступать с Катей, да? Дальше я ей скажу, допустим, чтобы она работала с итерациями. Вот как происходило с итерациями с Денисом Кеплэйрт, да? Это ник такой. Я ему сказал, надо итерации поработать с ними месяц. Ну что вроде там месяц. И когда прошло три недели, он написал, что уже все не прилипает. Зачем же я ему это делал? Потому что ни один исходный код не обходится без итерации. Он с функцией прошел, разобрался там во многом. Моя цель была, чтобы он разобрал итертульс, чтобы он разобрал, как работают итерации вообще согласно документации и понимал примеры, где что найти. И когда он собирался бросить, все пишет я потом. Я понимаю, что вот тот момент. Я ему сказал, сейчас нельзя бросать. Вот сейчас надо полуфабрикат. Найди в исходном коде 10 примеров, как использовались профессионально в джанго, итерации. И он их нашел. Он знал, он уже наработал. Ему легко было прочитать. И это было описано очень классно, очень приятно, очень профессиональным языком. Вот это я называю полуфабрикатом. Когда я приведу Катю к таким вот полуфабрикатам, тогда она действительно сможет открыть исходный код. И понять, что в принципе вот здесь написан алгоритм, я могу взять библиотеку Pandas. Иными словами, как я могу соединить два класса в одной функции и описать их работу. Просто здесь берется модель и выборка. Но ведь на этом месте может быть что? Все что угодно. У меня есть библиотека Pandas и мой код. И я вижу сразу полуфабрикат, как это можно реализовать. Это полуфабрикат, это не шаблон. Это принцип, который я могу поставить. Здесь просто для меня очевидно, что есть определенные параметры. То есть я задаю две вещи. Например, один позиционный твердо и два аркварс, то есть любые параметры поиска. Это параметры поиска. Дальше для меня понятно, как использовать класс. Дальше проверка и исключение. Что делать, пытаться и что вернуть. Все. И дальше, как это описать. То есть само действие описываю. Когда я приведу вот к этому Катю, да, то я достигну многих очень целей. Катя достигнет. Катя научится читать исходный код. Катя научится пользоваться исходным кодом. Катя научится именно тогда видеть все, вот как я вам показывал. Скажите, пожалуйста. И теперь я Кате спрашиваю. Катя, так что ты выбираешь? Ты можешь просто взять книгу и читать от начала до конца. Но это будет примерно похоже на то, когда ты купил автомобиль и начинаешь читать руководство. Допустим, ты совершенно не знаешь, что у тебя будет там, ну, например, когда там надо менять помпу, да. Но ты про нее сейчас читаешь. То, что тебе, Катя, сегодня надо в автомобиле, это понять, как его обслужить. Чтобы жидкости все были, и там первое, второе, колеса были подкачаны, масло было и так далее. Вот это будет правильнее. То есть там есть ключевые моменты. И так во всем. Либо мы с тобой, что делаем? Начинаем с параметров. Для того, чтобы дальше продвигаться. Что отличает участников школы? А то, что у Дениса Киплер, да, было свое совершенно. У него была куча знаний, но надо было их собрать до кучи. Пришел Дима с Вайтернадо. У него свой. Он все грыз, но упускал функции. Пришел там Сергей Филькин. Он вообще с нуля. И первое, что его надо было начинать описывать. Поэтому я Кате сказал. Первое, что я написал Кате, это сказал, вот что Кате сделай. Я ей сказал, набери в поиске в группе, вот Филькин Сергей, их ники, да, Свайтернадо, Дениса, еще одного Дениса. И посмотри эти сообщения. Но сейчас, в данный момент, тебя будут интересовать что? Только параметры. Ты их делаешь. Ты будешь сама учиться. Но ты увидишь, у них очень много откровений. Но если ты поставишь вопрос, и мы с тобой поставим вместе вопрос, ты сейчас ставишь какой вопрос? Мы работаем с параметрами. Все эти две статьи написаны для того, чтобы ты и ребята, которые пришли, поняли одно. Надо начать с параметров. Все. Каким образом мы начинаем? Это есть уроки, да? То есть эти уроки есть. И дальше ты присылаешь код. И там будет понятно, что хромает. Тогда мы начинаем править. Но что вы могли увидеть вот в моем рассказе? Да, трудно рассказать то, что всеобъемлющее, да, большое. Но на самом деле не такое большое. То есть при обучении, если брать относительно языка, то я ставлю совершенно конкретные цели. И первые задачи совершенно простые. Что мне надо Кате научить читать файлы. Сначала, потом научить эти файлы использовать и видеть этот код как полуфабрикаты. То есть брать идеи. А когда Кате это научится делать, она начнет сама такие вещи писать, что у нее будут другие учиться. Вот так идет процесс программирования у нас в школе. А уже выбирать Кате или подряд идти, хотя при том обучении, которое я предлагаю, вот теперь ей будут полезны. И там и другие курсы, и книги, и все будет до кучи. Почему? Потому что у нее есть цель. Сейчас она занимается параметрами. Завтра пойдем дальше. Послезавтра она будет писать уже функции на нескольких языках. Потом мы пойдем дальше. Послезавтра уже автоматически начнут вываливаться те вещи, которые и приводят к чтению и пониманию вот этих вещей, которые мы говорили. И они произойдут после двух вещей. Первая вещь. Когда мы конкретно изучим применение функции как параметра, вот так вот, именно в контексте, в исходном коде. А второе, когда она начнет работать с разными языками. Она просто сама увидится. Оказывается, во многих языках переменные присваиваются функции. И она вынесет, что это не относится ни к одному языку, а это просто реализовано, что абсолютно верно, функции высшего порядка. Но если есть функции высшего порядка, и у нее это вывалится, и это передача аргумента, то уж переменная при таком случае точно поддерживается. Иными словами, это целая, вот такая жизнь, да. То есть это, когда человек находится в школе, он находится в этом процессе. Вот в принципе и все. spb-tut.ru Приходите, будем работать. Кто активно работает в группе, я помогаю.